Донбасс против террористов. Как вырывался из окружения батальон добровольцев. Теракт на железной дороге. Луганские боевики взорвали пути и обстреляли вокзал. Черный банк. СБУ накрыла конвертационную кормушку сепаратистов. Хакеры против выборов. Кто атаковал серверы ЦИКа? Война на Востоке. Террористы активизировались и в Донецкой, и в Луганской областях. По разным источникам речь идет о десятках жертв с обеих сторон и десятках раненых. В горячей точке работает Андрей Цаплиенко. С ним пообщаемся. Андрей, ты сегодня был в самой гуще этих страшных событий. Расскажи, как выглядит карта боев на этот момент. Добрый вечер, Алексей. Но мы уже не в гуще событий. Мы из зоны боевых действий выехали в относительно мирный и спокойный Харьков, где в госпитале находятся раненые украинские солдаты, раненые под Волновахой. Вчера мы сюда приехали для того, чтобы с ними пообщаться, но по непонятным причинам нам так и не удалось получить разрешение. Но волонтеры помогли установить количество раненых здесь, в Харькове и в разных городах Украины, а также фамилии тех людей, которые считались погибшими и все же остались в живых. Прошу прямую речь. 11 человек сразу же было отправлено в Днепропетровск, 8 человек в первую партию отправлено в Харьков. И слава богу, сегодня уже есть точная информация, что на вертушках 5 тяжелых ребят из Волновахи тоже отправлены в Харьков. Также 7 находятся на лечении в Донецке. Было заявлено Министерством обороны, что Петя Берчук из Солынской области находится в списках погибших. Но мы нашли его в Харьковской больнице. Слава богу, живой. Это действительно счастливые новости для родителей Пети. Расследование инцидента под Волновахой продолжается. Ведь, судя по видео, которое можно найти в сети, которое выложили в интернет, после нападения боевиков украинские военные попали под так называемый дружественный огонь своих украинских вертолетов. И я прошу по этому поводу комментарий военных, которые нам сегодня удалось записать. По данному факту сейчас проводится расследование. Есть видео, на котором видно, что наши вертолеты ведут в огонь. Но не безусловно по живым людям, а по той технике, которая уже горела. На данный момент ведется расследование. Вообще военные в частных разговорах без камеры происходящее называют не антитеррористической операцией, уже откровенно войной. Но судите сами. Вот, например, сегодня в Рубежном, это Луганская область, уничтожена группа боевиков. Десятки вооруженных террористов погибли. Очевидно, это та самая группа, которая совершила нападение на колонну украинской бронетехники вчера. И опять же, я попрошу прямую речь, прямую речь военных, которые знают точное количество погибших в результате боя. С силовиками АТО было проведено ряд успешных операций, в результате якої была знищена банда из Луганска, которая последним временем мешкала в городе Андрацит. Среди загибших, с боку террористов, близко 30 убитых и 37 поранених. На жаль, есть убитые. И с нашего боку, это два военнослужбовщика и семь человек поранених. Вот интересно, что после этого боя в Лисичанске, в Лисичанске, который находится под контролем сепаратистов, была включена сирена. Очевидно, сепаратисты рассчитывали, ожидали, что украинские военные разовьют успех и выйдут в город. Но солдаты решили избежать жертв среди мирного населения, остановились. Ну, тем более, что определенный перелом в ситуации уже наметился, психологический перелом. Вот, например, в Луганской области сегодня трое боевиков сложили оружие. И, как обещано, они были амнистированы. По ситуации в Донецкой области там все значительно сложнее, на мой взгляд. Ну, например, сегодня в Краматорске сепаратисты объявили о создании так называемой полиции. И, очевидно, функцию вот этих самопровозглашенных полицаев будет входить попытка не допустить проведения выборов на территории города. Кроме того, и это очень важная информация, в Дружковке похищены четыре машины с символикой Красного Креста. Я прошу обратить внимание на то, как выглядят эти машины. Это очень специфического характера Нивы, которые, возможно, боевики могут использовать в ходе нападений и провокаций на украинских блокпостах. Алексей. Спасибо, Андрей, за работу. От Андрея Цеприенко узнали о ситуации на востоке Украины. Но все же, почему возникает вот эта несогласованность в действиях украинских военных? Почему на призывы о помощи, как это было вот сегодня с батальоном добровольцев Донбасс, никакой реакции от штаба АТО? Пытались разобраться мои коллеги. Странная война. Так все чаще говорят об антитеррористической операции на востоке страны. Это видео было снято 22 мая во время трагических событий возле Волновахи. Два украинских вертолета Ми-24 кружат над головами украинских военных и якобы атакуют украинские же позиции. Силовики и руководство антитеррористической операции об этом говорят не очень охотно. Вот, например, как ответил на вопрос, была ли это военная халатность глава СБУ. Уже понятно, координация между различными подразделениями АТО на низком уровне. Вот офицер по мобильному пытается связаться с руководством, чтобы отдали команду прекратить дружественный огонь. Надо выйти на армейскую авиацию, кто такие вообще, какого хрена не стреляют, ни В-24. Из-за плохой координации сегодня рано утром батальон Донбасс в районе села Карловка попал в засаду. Это архивные кадры, вот бойцы подразделения. Террористы забрасывали солдат гранатами, вели огонь из крупнокалиберных пулеметов РПГ и БТРа. Руководитель подразделения Семен Семенченко на своей странице в фейсбуке сообщил, маршрут передвижения батальона террористам, среди которых чеченские боевики попросту сдали. Просил прислать находящиеся поблизости подкрепления, но тщетно. Хорош стрелять, здесь мирные жители! Позже появилась информация, что на помощь батальону пришли бойцы правого сектора. Часть подразделения вырвалась из окружения, половина ранена, есть попавшие в плен и убитые. В штабе АТО ситуацию с батальоном Донбасс комментировать отказываются, ссылаясь на секретность информации о перемещениях подразделений. Странная война на Востоке продолжается. Руслан Смещук, Максим Кошелев, подробности телеканал Интер. И просто страшная информация, все пленные батальона Донбасс убиты. Об этом в телефонном разговоре с командиром формирования заявил подполковник ГРУ России Игорь Безлер. Сам командир Семен Семенченко говорит, что эту информацию подтверждать он не будет, пока лично не увидит тела своих побратимов. Эфир продолжим разговором с Бориславом Березой. Это руководитель информодела правого сектора. Борислав, здравствуйте. Сегодня ваш лидер, Дмитрий Ярош, заявил о том, что правый сектор помог батальону Донбасс. Каким образом? Вообще-то силовые операции, зубы антитрористические, любят тишину и молчание. В этот раз мы заговорили по той причине, потому что действительно это было экстраординарное событие. Нужна была помощь, батальон Донбасс был окружен и оперативная группа, в которую входили представители правого сектора, в этот момент находилась рядом. Они смогли прийти на помощь, деблокировали окруженный батальон и люди смогли отойти. Вы помогали отбивать часть людей и вывезти... Мы помогали отбивать весь батальон Донбасс, просто получилось так, что они столкнулись с профессиональными наемниками, чеченцами, это действительно подтверждено уже. Более того, это люди вооружены по последнему уровню, в отличие от так, как наши вооружены, значительно хуже. Это правда. Понятно. Часть членов батальона Донбасс все же осталась в отцеплении, с ними нет связи. Мы пока не знаем ничего о том, какова их судьба. У вас есть по своим каналам какая-то информация? Вся информация, которая есть сейчас, на сегодняшний день количество погибших увеличено уже до пяти человек. Это все, что известно. Это тех людей, которые в отцеплении. Прорвать отцепление до сих пор невозможно. А ваши бойцы там остаются? Наши бойцы участвуют в прорыве, в данный момент ничего не происходит. Вы только что сказали, что подобные операции требуют тишины. И вот сегодня командир Семен Семенченко заявил о том, что бойцы батальона Донбасс попали в засаду боевиков как раз из-за утечки информации. Вы в это верите и можете ли прокомментировать? Я считаю, что здесь не только эта проблема. Проблема существует такая. На сегодняшний день пиарятся на антитеррористической операции все, кому не лень. Люди создают какие-то фейсбук-сообщения, везде дают интервью. Любая спецоперация должна проходить в тишине. Они должны знать только силовики и те, кого они уничтожают. Все. То, что происходит сейчас, это уже какой-то балаган. Это какой-то балаган, действительно. Люди, на самом деле, должны тихо делать свою работу. Вместо этого специалистов нет. А те люди, которые сейчас занимаются антитерористической операцией, они на самом деле... Отечка. Вполне может быть. На каком уровне тогда она возможна? Ну, если она возможна, на любом уровне. Я вам сразу скажу. Понятно. Некоторые из украинских военных, которые принимают участие в антитеррористической операции, жалуются на несогласованность действий. Как вам кажется, с чем она связана? Есть ли она? Я подозреваю, что как раз с некомпетентностью. Потому что, насколько я могу вам гарантировать... Некомпетентностью людей, которые выходят с оружия... Нет, нет некомпетентности руководства АТО. Я могу вам объяснить, что сегодня, пока Дмитрий Ярош лично не дозвонился до вышестоящих руководителей АТО, десантуру не подняли и не прислали на помощь. До этого момента никто не мог дозвониться и согласовать на взаимоотношение. Хорошо. Немного сменим тему. 25 число будет очень жарким. Будем надеяться, что нет, но опасаться мы этого должны. Действия правого сектора, как вы можете участвовать в обеспечении порядка... Значит, на Востоке. На Востоке в проблемах мы будем с помощью других активистов производить защиту тех участков, в которых это надо. На всех остальных участках наши представители будут просто производить наблюдательные... У вас есть четкий план? Да, у нас есть четкий план. Понятно, что я не спрашиваю этого. Я не смогу его разумеять. Давайте, наверное, закончим с приятными вопросами для вас. Сейчас послушаем информацию. Зрителям расскажу, вы тоже послушайте. Самооборона Майдана вместе с бойцами как раз-таки правого сектора захватила штрафплощадку и стоянку с элитными автомобилями на окраине Киева. Утверждают, там находятся конфискованные автомобили майдановцев и вип-машины бывшего главы МВД Захарченко. На территории стоянки сейчас более 50 бойцов в камуфляже. В администрации стоянки, говорят, сначала бойцы с автоматами вломились в здание, изъяли все ключи и техпаспорта, выгнали охрану, а машин Захарченко и майдановцев здесь нет. Все авто конфискованы якобы у должников банков. Ну, Пан Порислав, прошу вас, комментируйте, есть ли у вас доказательства, что это именно машины предыдущего руководства страны? Я вам скажу даже больше, что на сегодняшний день туда приглашены представители милиции, представители известнейших телеканалов Украины. Там на сегодняшний день присутствует интернет-общественность и все люди, которые могут это следить. Дело в чем, на этой стоянке находились машины, которые просто находили либо отобранные представители майданов, в том числе и автомайдана, просто активистов, любых обычных людей. Машины, которые в угоне и которых найти никто не может. Машины, которые непонятно, как там оказались, без растаможки. Там достаточно большое количество машин. Наша задача была сообщить об этом действии. И непонятно, почему представители правоохранительных органов крышевали раньше. А до этого вы представителям правоохранительных органов сообщали об этом? Почему не суд? Почему захват? Явичная ситуация. Когда мы сообщили о том, что там находятся эти машины, мы прождали несколько дней, никакой реакции не было. На сегодняшний день было принято решение о том, чтобы сообщить об этом общественности. Соответственно, нас никого не пустили. Представители общественности, среди которых были и представители правого сектора, проникли на территорию. Автоматов не было. Было травматическое оружие. Это правда. Они проникли. Они действительно обнаружили машины, о которых написано было, что они там отсутствовали. После чего были вызваны журналисты и милиция. Мы будем все равно следить за этой историей. А что там за история сегодня была в Николаевской области, связанная с начальником милиции? От Николаевской, от Днепропетровской, город Первомайск. На сегодняшний день утром... Там тоже был захват? Там более интересно. Там была обнаружена крупнейшая сеть по поставкам и распространению наркотиков. Крупный наркопритон. И он был захвачен представителями правого сектора и общественности. После чего появились люди, которые сказали, что они готовы в обмен на защиту дать информацию. Эти люди были доставлены в областное отделение СБУ, где и начали давать информацию. После того, как это стало известно, городской начальник милиции и его заместители подали заявление в отставку. Причина... Надеюсь, под силой доказательства? Да, конечно, никакого заявления не было. Просто им сообщили о том, что этот человек уже начал давать. Зная, кто этот человек, а учитывая, что крышевали фактически представители очередного расправоохранительных органов, соответственно, после этого они и подали в отставку. Единственная надежда, что они, в отличие от ФУТ-ДЖи, будут успешно задержаны, а не покинут территорию Украины. Ну что ж, время покажет. Спасибо вам за этот разговор. Борислав Береза, руководитель информационного отдела правого сектора, был в гостях у программы подробностей. Мы продолжаем. 16 погибших, среди которых командир батальона и более 30 раненых. Вот таковы потери украинской армии в результате противостояния под Волновахой. Это информация от волонтеров. Все солдаты из Волынской и Римненской областей служили в 51-й механизированной бригаде. 13 бойцов уже опознаны. Их имена и фамилии поэтическим соображениям я назвать не могу. Минобороны оповестило пока не всех родственников об утрате. Римненская область и Волынь в трауре. Там прощаются с погибшими солдатами. Служащие в ранкоматов только сегодня въезжают родственников с похоронками, а матери и жены требуют наказать виновных и не допустить гибели кормильцев в будущем. Ребята из 51-й механизированной бригады обустраивают нехитрый быт под Волновахой. Большинство из них жители Римненской и Волынской областей. Называем их встречаются с хлебом солью, а вас видите только вы у нас окупанты. О том, что живы-здоровы за тысячу километров от родного дома 34-летний водитель-санитар Олег Нечапарук каждый день рассказывал жене по телефону. В последний раз мы разговаривали по телефону. Это было опизменно 12 ночи. Он, ну, люблю, хочу домой, еще трошки подождем. Кажется, но не могу сейчас разговаривать, потому что подъехали какие-то две машины, сходи на броневание, не знаю. Вибачь, каже, я тебе перезвоню. И без шести поры, с 12 ночи он трубки не взял. Он впервые не разбудил жену звонком в пол шестого утра. Так делалось всегда, чтобы не проспала работу. Олег погиб той же ночью от труб террористов. Я набрала до друзей, скажу, а они его не имеют. Я говорю, как не имеют. Он не приехал. Ни его не имеют. Как не имеют. Его расстреляли. Вот так балакали они. Телефон так и за рулем. Так и за рулем. Вот так и был телефон. Так его и расстреляли. Хороший, трудолюбивый, порядный. Ну, среба больше не мать. Он был, насколько я знаю, первый раз, когда его это было мобилизовывать Вчера Ривненская область потеряла троих сыновей. Волинская десятерых. Сегодня родители мобилизированы нацгвардию требовали от местных депутатов защитить тех, кто защищает родину на востоке. Дети наши не имеют ни бронежилетов, ни касок. Хоча каждый день идет мова про то, что выделяются миллионы на утримание армии. Мы приносим свои щирые материнские співчуття тем батькам, которые не дочекались своих детей. Мы приняли решение о выделении трех миллионов гривен, миллион семьсот для 51-й бригады, миллион для 1-го батальона территориальной обороны, 300 тысяч для нашей частины внутренних войск. Все эти структури будут на сходе. Правда, когда средства защиты для солдат будут закуплены, чиновники не говорят. Военные и вовсе молчат. Сегодня в Ривненской области и на Волыне официальный Олег так и не достроил дом, о котором мечтал. Он больше не выйдет на свое поле, где его часто видели радостным за работой. Папу по-прежнему ждут четверо детей, чтобы попрощаться навсегда. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности телеканал Интер. Полдня заблокирована трасса Киев-Варшава в районе польской границы. Люди перекрыли движение. Из-за этого образовалась многокилометровая пробка. Митингующие требуют вернуть из восточных областей резервистов и мобилизованных, а вместо них отправить кадровых военных. Участником акции приехал комиссар Волынской области, но убедить уйти их с трассы так и не смог. Люди возмущены гибелью жителей Волыни и Римнинской области вблизи Волновахи. Сейчас возвращаемся к событиям на востоке Украины. У нас есть возможность узнать самые последние новости оттуда. Начнем с Донецка. Там работает Ярослав Кречко. Ярослав, какой информацией на этот момент ты обладаешь. Добрый вечер, Алексей. Самая последняя информация касается батальона Донбасс. Несколько десятков террористов окружили одну из донецких больниц, где по их данным находятся добровольцы, раненые добровольцы батальона. Скорее всего эту информацию им кто-то сообщил из медперсонала. Мы, да, я скажу еще, что бойцов оттуда планируют эвакуировать. Что будет там происходить. Мы будем следить за ситуацией и сообщим позже. Я скажу о ситуации в регионе в целом. Сегодня с приближением выборов обстановка здесь накаляется. Жители Донецка и области сегодня сепаратисты с самого утра опугали военным положением. Предприятия получили телефонограммы якобы от облгосадминистрации, где сообщалось, что после обеда в Донецк и в другие города, в частности в Донецк сообщалось, войдет украинская армия. Понятное дело, что эта информация оказалась неправдой, но жителей региона, жителей Донбасса, сепаратисты здорово напугали. Предприятия сократили рабочий день, закрылись детские сады, школы, часть магазинов не работает, не работает часть аптек. Все университеты Донецка отменили занятия и отпустили студентов до 28 мая. Перебои на Донбассе с телефонной связью и с интернетом, так как боевики повредили магистраль, одну из магистралей компании Укртелеком. И скажу еще, что людей на улицах, в частности, здесь, в Донецке, особенно вечером, в последние дни, очень мало. Циничное нападение боевики сегодня совершили в Донецке. Они разгромили молитвенную палатку, она стояла в центре города, туда приходили многие жители Донецка помолиться за мир. Боевики пообещали, что всех расстреляют, если верующие соберутся снова. И есть информация, что в Горловке боевики охотятся на детей, состоятельных родителей, для того, чтобы получить выкуп. Об этом сообщила мать девушки, которой удалось вырваться из плена самостоятельно. В то же время, есть и хорошая информация, украинский батальон «Азов» сегодня освободил Тарайский горсовет Донецкой области. Во время штурма двое боевиков ДНР погибло, среди украинского батальона пострадавших нет. И закончу я тем, что террористы сегодня заявили, что начинают мобилизацию мужчин в регионе. Вот такая у меня тревожная информация. Алексей? Да, действительно тревожная. Спасибо, Ярослав, за работу Ярослав Кречко. Он работает в Донецке. Несколько терактов к ряду пережила сегодня и Луганская область. От попыток захвата стратегических объектов до нападений на мирных горожан. Давайте пообщаемся с Ириной Баглай. Ира, правда, что жертвами террористов области уже стало и мирное население? Да, это правда. Здесь уже стреляют боевики не только военных, а в мирных, безоружных людей. В Антрацете застрелили молодого человека. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщил один из местных активистов-блогеров. Парень подошел к незаконному блокпосту, расположенному возле остановки общественного транспорта, и начал кричать, чтобы сепаратисты убирались из его города. В ответ боевики выстрелили ему в голову. Тело забрали в бус, куда отвезли, неизвестно. Сегодня стреляли по прохожим в Старобельске. Трое человек ранены, а Болотов, самозванный лидер ЛНР, запретил луганчанам собираться, так сказать, больше трех. Запретил любые массовые мероприятия. И наш источник милиции подтвердил информацию. Мосты возле города Счастье боевики также заминировали. Это в 30 километрах от Луганска. Там находится несколько незаконных блокпостов под Триколором. И что уже стало нередкостью, рядом с боевиками службу, так сказать, несут и люди в форме украинской милиции. Для минирования мостов сепаратисты, вероятно, использовали взрывчатку, которую они похитили на захваченных шахтах Лисичанска. В их руках оказалось почти 100 килограмм и более 300 детонаторов. Кроме того, боевики уже подорвали двухколейный участок вблизи Рубежного. И ночью неизвестные обстреляли железнодорожный вокзал в самом Рубежном. К счастью, там обошлось без потерь среди мирного населения. Прошу прямую речь. Ограничено движение пригородных поездов, 13 поездов, изменили маршрут следования. Также вчера на участке Сватово-Лисичанс было закрыто движение в результате заблокирования железнодорожного моста возле станции Рубежная. Вот так накаляется ситуация за вот эти несколько дней до выборов. Алексей. Спасибо, коллега, за работу. Это была Ирина Баглай. Она работает в Луганске и области. В Павлограде, это Днепропетровская область, сотрудники СБУ задержали пятерых диверсантов, которые занимались подготовкой терактов. Все члены пророссийской радикальной организации «Славянское братство Украины». При обыске у них изъяли взрывчатые вещества и оружие. В планах диверсантов был в частности подрыв моста через реку Волчья в Павлограде. Также они собирались отравить украинских военных на блокпостах, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд боевикам из Донецкой области. А вот в Черкассах сотрудники СБУ взяли под стражу лидера сепаратистской группы «Черная сотня Союз русского народа», который вербовал бойцов для террористических операций на востоке Украины. Подозреваемый оказался коренным жителем города, правда, долгое время проживал в Харькове. В СБУ предполагают, что именно там его самого и завербовали российские спецслужбы. Своей деятельностью в Черкассах задержанный занимался больше месяца и успел отправить на юго-восток несколько групп боевиков. Напомню, вчера тоже в Черкассах был задержан подозреваемый в сепаратизме майор пограничной службы, но силовики уверяют, эти эпизоды никак не связаны между собой. Он вербовал жителей Черкассской, Харьковской и Винницкой областей, направил их на северный Украины для залучения в боевых действиях. Он подборал людей из числа криминалитета. Также этого дня в вечере был его сотрудник на территории Полтавской области это 29-летний безработный, который также занимался подбором кандидатов и ворбовкой осип. Почти месяц в плену. Тимура Юлдашева продолжают удерживать в здании Луганского областного СБУ. У руководителя батальона добровольцев по борьбе с сепаратизмом, созданного при МВД, уже появились проблемы со здоровьем, сердцем и давлением. Об этом сам Юлдашев заявил в телефонном интервью подробностям. Его, напомню, захватили в плен 28 апреля. Руководитель вчерашнего дня вместе с Юлдашевым в здании захваченного СБУ удерживает еще 32-летнего сержанта контрактника украинской армии Олега Копочинского. Его взяли в плен под Лисичанском. Юлдашев не верит, что останется в живых. Шансы мои выжить, да теперь вот этого мальчика тоже выжить, становится все меньше. Если будет штурм, нас могут испортить как щит, нас могут втихую просто здесь придушить. в 1992 году принял присягу на верность народу Украины. Я этой присяге верен, я всегда буду патриотом Украины. Я честь имею и никогда с нею расставаться не собираюсь. Подпольный черный банк, через который финансировались террористы на востоке страны, накрыли в Киеве сотрудники СБУ. Через этот конвертационный центр обналичивались деньги, полученные по теневым схемам. К отмыванию средств причастны сразу несколько банковских учреждений и коммерческих фирм. По информации СБУ, при прошлой власти конвертационный центр крышевали высокопоставленные чиновники из прокуратуры и МВД. А за 2013 год через эту мойку прошли 6 миллиардов гривен. До такого злочинного угруппования входило, я повторюсь, три банковских установки. Масштабы цей оборудки и цего злочинного угруппования только этого года 700 миллионов гривен. Сегодня киевским медикам передали 91 карету скорой помощи. На автомобилях, проплаченных еще предыдущей властью, набирают предвыборные очки власть сегодняшняя. Хотя и заявляют, что это, конечно же, просто чистейшее совпадение. Так тоже пиарится. Подробнее Павел Мельник. Дарить населению скорой помощи, купленной за деньги налогоплательщиков, любимое развлечение украинских политиков. И по счастливому случаю, это происходит за несколько дней до выборов в сопровождении первых лиц государства. Из передачи автомобилей в распоряжение киевских медиков сделали настоящий ритуал. Кареты припарковали елочкой, празднично одетых водителей поставили возле новеньких подарков. Мэра, приехавшего на торжественную передачу, встречают караваем. То, что передача такого грандиозного автопарка проходит на пике предвыборной кампании министр здравоохранения Олег Мусей считает чистой случайностью. Такие своевременные подарки политическая мода последних лет. Свежи еще в памяти непригодные для транспортировки лежачих больных Опели Тимошенко их тоже помпезно передавали медикам. Также любила их задаривать и партия регионов. Сценарий вручения машин забюджетные, то есть за наши с вами деньги один и тот же. Водители лично получают ключи от новеньких автомобилей. Взамен чиновнику тоже дарят ключ. Правда хрустальный, как символ крепкого хозяйственника. Насколько потребно, чтобы первые особи державы передавали эти машины, они как в Европе за гаражем передают машины? А вы видели в Европе как за гаражем передают машины? Там совсем меньше системы. Это вы с политической точки зрения робите реверансы, о которых нужно сегодня говорить. Сколько эти скорые ждали своего звездного часа, мы так и не узнали. Каждый день или даже час простоя таких автомобилей могли стоить здоровья или жизни больных, которые так и не дождались выборов. Павел Мельник, Вадим Свиридонов, подробности телеканал Интер. Самооборона Майдана захватила окружной админсуд Киева. В здание бросили дымовую шашку, выломали входные двери. После атаки хозяева кабинетов подсчитывают убытки. Инцидент начался, когда судья Евгений Аблов попытался огласить результаты ходатайства о закрытии производства по иску нардепа Инны Богословской к неочередному съезду адвокатов Украины в лице Совета адвокатов Павла Гречковского Алексея Резникова и Сергея Болотца. Сама оборона заявила, что не доверяет суду и лично судье и разгромила зал заседания. Это не все подробности дня. Впереди вторая часть выпуска. Курс на 25 мая. Подробности проверили готовность к выборам. Элитная обойма Старого Света. Как живут европейские слуги народа. Наркоманы Кремля. Ошибка российских журналистов рассмешила полмира. Украина готовится к президентским выборам. Сегодня комиссиям начали раздавать бюллетени во всех областях кроме Донецкой и Луганской. Туда бланки для голосования привезут завтра. В Центр избирком признают на Востоке откроются не все избирательные участки, но все равно там смогут проголосовать все желающие. Каким образом и повлияет ли это на результаты. Донецкая окружная комиссия номер 43 вооруженные люди в камуфляже вскрывают ящики и взимают документы. Вы нам отдавите бюллетени чтобы мы ни женщине не поговорили ничего. Если надо сделать вечерного пожумения мы потом пожумим пару бетоков. После боевики ДНР похитили председателя этого окружкома Руслана Кудрякова. А вот сегодняшнее утро в Артемовске. Что там здесь? Опа! Пацаны раскрыть! Несмотря на это дончан и луганчан готовых идти на выборы очень много. И даже местная влада которая вымешана спортировать с террористическими группами публично вызнает что сейчас до них надходит массовое свернение граждан с вымогой организовать выборы. Сколько участков откроется 25 мая в Донецкой и Луганской областях не знает никто. В Донецкой области точно смогут провести голосование как минимум две окружные избирательные комиссии двух территориальных избирательных округов. Уже сегодня избирательные бюллетени будут находиться и в Донецкой и в Луганской областях. В ЦИКе обещают сделать все возможное чтобы заработало как можно больше участков и голосовать на них было безопасно. 5-7 может максимум 10 за самым пессимистичным сценарием 5% выборцев от загальной количества в Украине не матим возможности проголосовать. Это безусловно плохо но это не привит это не вагон причина чтобы мы сегодня остановили выборы по всей Украине. На Закарпатье все спокойно даже кабинки уже установили. В Черкасах выдают бюллетени. Страха никакого нет абсолютно. И выборы у нас пройдут. Я думаю все будет хорошо. И все же здание Кружкома патрулирует усиленные наряды милиции. А в воскресенье подключаться и бойцы самообороны. Это уже Киев. Выдают бюллетени. Сколько людей у вас в уточном выдачном выдачном будет много а членов комиссии мало. На выдачу одного бюллетеня уйдет от 3 до 5 минут. За час два члена избиркома обслужат всего 20 избирателей. На дельнице 2,5 тысячи людей. Запытание может физично эта комиссия забеспечить выборы. Здесь уже доукомплектовали участковые избирательные комиссии и добавили минимум по 4 человека. В день выборов на участках по всей стране выставят круглосуточную охрану усилят патрули в населенных пунктах. Вчера же силовикам пришлось защищать серверы ЦИКа. Обезвредили вирус. травня этот вирус должен уничтожить результаты выборов. Этот вирус ликвидован. Программа заменена заменена. И так у нас уверенность что сервер ЦВК будет защищен. Даже хорошо что произошла пробная атака. Мы смогли заранее усилить эту систему. Эта информация уже восстановлена. База данных госреестра не пострадала. Алена Центила, Станислав Кухарчук, Максим Кошелев, Татьяна Авинникова, Павел Лысенко, подробности телеканал Интер. Одесская милиция готова обеспечить спокойствие в городе в день голосования. Беспорядков подобных тем, которые были в начале мая не допустят. Об этом заявляют власти региона и утверждают сейчас ситуация в области спокойная. Оппоненты садятся за стол переговоров. Чиновники призывают одесситов прийти в воскресенье на выборы и предостерегают партии от попыток отозвать своих представителей из комиссии. Хочу их предупредить, что каждый из вас, кто будет призывать, а свидетельские показания уже есть, людей не являться в комиссии, будет отвечать по всей строгости закона за срыв выборов и за призыв к срыву выборов. Визы к концу года, референдум о вступлении в НАТО и миллион за кандидата. О чем еще сегодня говорили претенденты на пост президента Украины, далее в нашем обзоре. Визы к концу года. Петр Порошенко сегодня встречался с министрами иностранных дел Дании и Норвегии. После консультации представители ЕС заверили, Украина выполнила требования первой и готова перейти ко второй фазе плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом. Украинцы мают реальный шанс уже с 1 сечня ездить без виз до Европейского Союза. И мы сделаем все возможное для того, чтобы максимально скоротить и за 3-4 месяца пройти этот второй этап уже имплементационный. Юлия Тимошенко хочет провести референдум, предлагает ответить на вопрос, стоит ли Украине вступать в НАТО. По словам кандидата, нужно принять стратегическое решение, которое раз и навсегда, по ее мнению, обезопасит нашу страну. Провести это 15 червня одночасно с другим туром выборов президента Украины. Потому что ни один политик, ни один президент не может такие вопросы решить однооседно. Мы не защищены, что Путин не прогнозованный, и нам негайно нужно искать стратегический выход, как повернуть в Украину мир. Олег Ляшков сегодня встречался с новобранцами подконтрольного ему батальона добровольцев Украина, давал им наставление и поднимал боевой дух. Батальон сегодня освободил от сепаратистов Торец в Донецкой области. Основной бой был за здание горосполкома. Двое террористов убиты, среди бойцов батальона Украины пострадавших нет. За такую активность за Ляшко полцарства предлагают. За кандидатом охотятся представители незаконной ДНР. Торецкому сепаратисту Губареву не нравится высказывание главного радикала страны. Он хочет, чтобы Ляшко ответил за слова. Сам кандидат президент с ответом не помедлил. За меня призначена винограда. Я слышал про 1 миллион долларов, про 2 миллиона долларов. Ну, очевидно, мы на правильном шляху, когда я так заважаю террористам. Что до погроз с боку так званого губернатора Донецкой и бандитской республики Губарева, который рассказывает, что активно меня шукает и хочет со мной пообщаться, то я этому террористу хочу сказать, что мы обязательно с тобой пообщаемся. Скоро вернемся назад на Лукьяновскую тюрьму. Я напомню, что 25 мая Интер вместе с тремя другими телеканалами проведет свой телевизионный национальный эксит-пол. 1200 интервьюеров компании ТНС в воскресенье будут работать на 600 избирательных участках по всей Украине. Вот для сравнения, национальный эксит-пол проведут лишь на 400. На этой неделе компания готовит сотрудников. Сегодня обучала операторов правильно принимать информацию, те, кто опрашивает избирателей. точно не будет проходить эксит-пол в кольких местах, в Краматорску, Словянску, там, где боевые действия наших интервьюеров мы посылать не будем. На последних выборах у нас была наименшая средняя похитка среди всех эксит-пол это очень непоган результат. Было около 1,5%. Но этого года планируется 0,7%. Високой активности избирателей и социологи прогнозируют на зарубежном избирательном округе. Но для украинцев, которые сейчас находятся за границей, главная проблема добраться до избирательного участка. Наши корреспонденты расскажут, как готовиться к выборам за пределами нашей страны. Диаспора украинцев в России занимает третье место по численности. Официальная цифра почти 2 миллиона, неофициальная около 5. Елена живет в Москве уже несколько лет. Она работает маркетологом. Сама она из Запорожья. Чтобы проголосовать на выборах президента Украины, заранее стал интересоваться, как это сделать. И вот сюрприз неприятный. Заходишь в посольство, тебе говорят, как бы, нет, только загранпаспорт, потом дипломатический паспорт и какой-то служебный. Ну, то есть, так или иначе, это нарушение прав, паспорт Украины, ну, ничего, получается, не значит. На выведениях на сайте посольства ни слова. Многих загранпаспорта просто нет. В России для украинцев он пока не нужен. Как оказалось, голосовать могут те, кто по логике Кремля уже не должен выбирать президента Украины. Это крымчане, которые живут в России, но у которых сохранился украинский паспорт. Павел из Симферополя. После завтра он будет голосовать. Выборы президента Украины, они чрезвычайно важны. Они не ставят точку во всех украинских событиях. Более того, они, это всего лишь запятая, после которой мы будем наблюдать развитие и развитие ситуации. На участок с загранпаспортом для украинцев Германии дело обычное. Здесь всегда голосовали, предъявляя именно этот документ. Одна особенность желающих проголосовать в этот раз будет очень много. Это уже тенденция. Когда стране тяжело, за границей голосуют намного активнее. К посольству украинка Саша Бинерт приходит несколько раз в неделю убрать увядшие цветы и поменять сгоревшие свечи. Стену из портрета в небесной сотне создали украинские активисты. Чтобы в Украине не забывали и немецкие политики, за полгода Саша с единомышленниками провели более 30 акций протеста. И это только в Берлине. Сейчас призывают всех прийти и проголосовать. Я думаю, что ни одного из кандидатов нас всех не влаштовывает, но мы должны идти на какой-то компромисс. И я думаю, что мы маем при этом подумать, что в Луганске каждого дня возникают 10 людей, как минимум, что людей катают, что там бывает и у нас должны быть президенты. Члены Берлинской избирательной комиссии работают в авральном режиме. Дуже много телефонуют, почти 5-10 минут питают, что они в списках. Я могу отметить, что сейчас выборцы очень активны и очень хотят принять участие. Попасть в списки это, пожалуй, главная проблема для голосующих в Германии. Добраться не так сложно. Участки будут работать в пяти городах в разных частях страны и дорога займет от силы несколько часов. Не то, что, например, в Соединенных Штатах. В США украинцы смогут проголосовать в воскресенье всего на четырех участках. В Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго и здесь, в Вашингтоне, в украинском посольстве. Украинка Ольга уже знает, как начнется для нее воскресное утро. Встать, поснедать, детей погодовать, а потом прогуляться до посольства. Для других украинцев в США участие в выборах это слишком накладное и длительное путешествие. Валерия живет в Колорадо, а голосовать ей нужно в Генеральном консульстве Украины в Сан-Франциско. Решила не ехать. 17 часов от где-то от моего дома до Сан-Франциско, которых я знаю, с кем я общаюсь. Все в такой же ситуации. Просто очень далеко от нас. Все участки для голосования в США к выборам готовы. Кабины для голосования собраны, плакаты кандидатов развешены. Сегодня получили бюллетени для голосования. По нашей информации в воскресенье не смогут принять участие в голосовании украинцы, майдановцы, которые сейчас находятся в США на лечении. Прерывать процедуры им нельзя, а выездное голосование не предусмотрено. Надежда Дерманская, Дмитрий Еловский, Татьяна Лугунова. Подробности Вашингтон, Берлин, Москва. Опечатка, в которую поверила полмира. Российское агентство Интерфакс сообщило, что в Кремле вдвое больше наркоманов, чем в среднем по России. Перепутали нерадивые журналисты Кремль с Крымом. Через несколько часов новость сайта исчезла, но ее успели заметить и растиражировать десятки интернет-изданий. Ну а блогеры волю потешались над этой шуткой дня. Донецк будет принимать чемпионат мира по хоккею. Уже весной следующего года такое решение сегодня приняла Международная Федерация Хоккея. За право проводить первенство боролись украинский Донецк и польский Краков столица Донбасса во время голосования победила. Ну и совсем скоро на Интере будет жарко ровно 21.00. В эфир выйдет Черное зеркало с Евгением Киселевым. Евгений Алексеевич приветствую. Ваш прошлый эфир был ну очень таким уж громким слишком взрывоопасный состав гостей собрался. Кто и о чем будет спорить сегодня? Ну я надеюсь что и этот эфир Алексей будет тоже достаточно взрывоопасный потому что если бы не было взрывоопасно нас бы просто не смотрели. Я надеюсь что дебаты в этой студии будут сегодня ничуть не менее жаркими чем неделю назад. Ну я не хочу раскрывать как говорится все карты и поэтому кто будет здесь в гостях вы узнаете буквально через 10-15 минут когда гости начнут заходить в эту студию. Ну здесь уже собралась наша аудитория в основном молодые люди. Пожалуйста давайте поприветствуем поприветствуем зрителей телеканала Интер. Сегодняшняя тема предстоящие президентские выборы причем мы будем даже говорить не о президентских выборах а о том что будет сразу после них. Мы задали сегодня вопрос в интернете какой первый шаг должен будет предпринять первый новый президент Украины тот человек который победит на предстоящих выборах и в общем вокруг этого сегодня будет дискуссия так что оставайтесь с нами на канале Интер скоро будет черное зеркало Ну что ж неделю назад зритель поддержал вас своим вниманием желаю вам еще больших рейтингов но главное интересной содержательной и яркой программы Ну а мы продолжим выпуск оперативной информации буквально только что появилась новость что в Киеве нажил массиве Троещина взорвался автобус 21 маршрута он полностью сгорел но пострадав погибших нет вот если пострадавшие и все подробности этого происшествия мы как раз сейчас выясняем и расскажем уже завтра в утреннем выпуске с Татьяной Будь и еще только что стало известно что количество жертв вчерашнего боя под Волновахой увеличилось до 17 человек в больнице умер один тяжело раненый вот на этой печальной ноте я заканчиваю у меня все я благодарен вам за внимание спокойного вам вечера и давайте увидимся завтра субтитры субтитры